А спонсор этого видео андроид-приложение Gold for Tanks. Проходи по ссылке в описании, ставь себе на мобилу и зарабатывай голоду для танков на скучных парах и в общественном транспорте. Всем привет, дорогие друзья! На связи GrimOptimist. Мы с вами продолжаем обозревать низкоуровневые премиумные танки. И сегодня у нас очередь дошла до А32. Было довольно много просьб показать эту машину, так как она довольно редко встречается на YouTube, скажем так. Как-то все ее обходят вниманием. Ну, возможно, дело в том, что это довольно труднодоступная машина, может быть, потому что есть какие-то другие причины. И сегодня мы с вами разберем, то есть вообще стоит ли эту машину как-то пытаться заполучить и что она из себя представляет. По факту это один из первых прототипов Т-34, насколько я помню. Ну, сразу узнается корпус, да, Т-34. Башня тоже одна из как-то, ну, по-моему, такая же практически на первых модификациях Т-34. Давайте просто вот я включу. Тут, правда, уже вторая модификация стоит. Если мы поставим первую с вами, то мы увидим, что довольно много общего у этих башен. То есть они практически идентичны. Вот. И этот танк так просто не купишь. То есть, в премиумном магазине его нету. В одно время его давали в качестве бонуса к пакету голды. Ну, за то, что, если покупаешь много-много-много голды, тебе дают этот танчик. Сейчас он там периодически встречается в каких-то других пакетах. Да, ну, то есть приобрести его, в принципе, можно, если задаться целью. Вопрос, нужно ли, да. Что нам предлагает эта машина? Ну, во-первых, да, давайте обо всем по порядку. Четвертый уровень, да, льготный уровень боев, сразу говорю. Как бы средний танк. Что касается динамики, то тут все хорошо. Ну, вы видите, что мощность 540 лошадей, при этом масса 20 тонн, грубо говоря. Да, максималка 70, то есть танк очень-очень шустрый. Действительно, для среднего танка очень шустрый. Но бронирование, конечно же, не как на Т-34, похуже. Здесь 35 мм лоб, да, 30 борта и 16 карманов. То есть, ну, гораздо хуже, да, бронирование. Это значительно. То есть, 10 мм разница, то есть, грубо говоря, на 25%. Вот, но, как бы тоже, в принципе, для четвертого уровня, в принципе, ну, нормально. То есть, получается, приведенки где-то там, миллиметров 70, примерно. Ну, если так. Грубо говоря, под небольшим ромом поставить, где-то миллиметров 70. Обзор 320 метров, что, ну, прямо скажем, не шокирует, да, своей крутостью. То есть, хотелось бы побольше, особенно для такого шустрого танка. Ну, вот, что дали, то дали. Это все, как бы, ну, нормально, да, ничего тут страшного нет. Вся проблема в том, что пушка полное беспросветное говно у танка, да, даже на четвертый уровень. 66 мм пробития бронебойным. И, что самое печальное, 75 мм голдой. То есть, ну, при этом это кумулятивы. То есть, ну, вы понимаете, что ни ББшками, ни кумулятивами вы нормально пробивать половину даже противников не будете. Я уж молчу про пятые уровни, там-то вообще жопа. То есть, ну, реально проблемы будут у вас. Но вот, что касается четвертых уровней, даже там это не всегда работает. Тем более, такой небезызвестный противник, как КВ-1, он... Ну, вы ничего ему не... просто вы ничего ему не сможете сделать. Единственный шанс его пробить, это стрять ему в корму под прямым углом голдой. И то без гарантии. То есть, примерно один быстрый из трех только будет пробиваться. То есть, вот такие дела. При этом, как бы, остальные показатели пушки, в принципе, нормальные. Но она косая, конечно, да, там, сведение не очень. Но это четвертый уровень, там все пушки косые, точных особо нет. Вот. То есть, ДПФ, в принципе, нормальный, да. Альфа-страйк нормальный тоже. То есть, просто танчик получается очень шустрый, который никого толком пробить не может. Вот и все дела. Вот. Но, в принципе, так на вскидку можно сделать вывод, что если эта машина попадает в топ, то, ну, все не так плохо. То есть, третий уровень она пробивает, да, четвертый уровень тоже половину пробивает. Ну, даже больше половины. Все должно быть более-менее. Значит, я поставил стандартное оборудование, стандартные расходники. Экипаж, как будто бы, я бы пересадил, там, грубо говоря, с объекта 140 или с Т-62. Давайте попробуем на нем немножко поиграть. И сделаем какие-то уже выводы для себя. Вот, естественно, как и любой другой премиум танк низкого уровня, тем более, даже ниже пятого, рассматривать эту машину как фармтанк смысла никакого нет. То есть, фармит она, ну, столько же, сколько, обычные пятерки или шестерки. То есть, если брать этот танк, ну, вот так вот, прикинем, да, то, ну, только для какой-то там мифической прокачки экипажа или для, просто для коллекции, скорее. Ну, либо для нагиба. Что касается нагиба, то нам это предстоит выяснить вот сегодня в процессе видоса. Что-то долго нас не кидает. Ну, вот, мураванка. Мы с вами все в топе списка. Попали в четверку. Попробуем, попробуем поиграть. Конечно, орудие смотрится убого совершенно, такое, окурочек, огрызочек. Ну, уже глядя на него, в принципе, можно понять, что орудием наш танк не блещет, к сожалению. Забыл, кстати, углы наводки посмотреть, что-то у него. Такие дела. Ну, выглядит, в принципе-то, ну, это Т-34, то есть, по своему внешнему виду. Ему дать вот нормальную пушку, да, 76 миллиметров, и это будет внешне чистое Т-34 практически. Практически полностью идентично. Ну, еще раз говорю, это прототип Т-34. То есть, танк, который, ну, в процессе метаморфоз определенных, да, развития, стал Т-34. Насколько я помню. Я могу ошибаться, но я давно читал про эту машину еще, да, про историю развития Т-34, и вроде бы там было написано так. По крайней мере, в тех источниках, которые я читал, было написано именно так. Вот, за достоверность этих источников я не ручаюсь. Ну, сами смотрите, то есть, что стабилизации у машины вообще никакой нету, то есть, прицел, как у КВ-2. Вот, и это, конечно же, ну, радовать особо не может, как вы понимаете. Проблема в том, что никто опять не поехал на мой фланг. Просто все забили дружно. Вот, ну, в лучших традициях рандома. Сведение, конечно, печальное, но ДПМ у Пушкин, как на такой калибр, нормальный. Вот, и альфа-страйк тоже хороший, в принципе. Ну, достаточно. Так, вон едет этот хрен. Так, ну, я совсем разучился стрелять. Ну, я без комментариев. Да, достоялся, называется. Ну, тут нельзя так стоять, на самом деле. То есть, довольно глупо было с моей стороны, но. Не люблю просто, когда противник врывается в стан врага, у меня почему-то сразу появляется... Видимо, с, ну, с хай-левелов остался какой-то вот такой вот условный рефлекс у меня. То, что если противник врывается, значит, нужно его убивать. Не пробил, ребята. Это, мягко говоря, не самый был мощный парень. И я его не пробил. Пушка отвратительная просто. Она, ладно, там пробитие, но у нее не стабилизация и точности сведения. Все плохо, просто все плохо, кроме ДПМа и альфа-страйка. Альфа-страйк. Ну, ДПМ реально довольно жесткий. То есть, как на четвертый уровень. Ну, нормальный, то есть, более чем. Такой суровенький ДПМчик, прямо скажем. К сожалению, приходится стоять. Ну, вот переделанная мураванка, она такая кустодрочерская довольно-таки. Кстати, ничего не поделаешь, к сожалению. Довольно кустодрочерская карта. Ну, сведение, конечно, вообще жесть. И стабилизация. Я, конечно, может, отвык. Я на четвертых уровнях вообще довольно давно, последний раз играл. Если там на пятых, шестых я еще играю периодически, чтобы записать рубрику Бешеные Бабки, то на четвертых я вообще не играю в уровнях. Последний раз играл черт знает когда. Вот с этим парнем у нас будут проблемы, друзья. Потому что я его и хер пробью куда. Вот я вообще не знаю, что мне с ним делать, серьезно. И вот с этим, кстати, парнем тоже проблемы будут. Писец, вообще не светится. Какого черта он не светится вообще? Кустов нету, я вообще не понимаю, блин. Так, Едзер, вот с ним тоже будет проблема. Ну, в борт-то я его еще пробиваю. Через раз, а вот... Я его даже в жопу не пробиваю, от этой эмиксора. Ну, а через раз. Ну, штанг, конечно, шустрый. То есть, как светляк, неплохо. Ну, правда, опять-таки, я говорю, обзор у него никакой. Поэтому, как светляк полноценный, его использовать не получится. Да, меня сейчас задавят просто. А я что, один вообще? Наша арта ведь вроде живая еще была. Как он меня убил? Я же не светился, черт возьми. Вообще не понял, как он, откуда он знал, что я оттуда выйду? Или, может, он меня из кустов там светил, я не знаю. Ну, вот такой вот первый бой. 1200 урона, кстати, для четвертого уровня это вообще немало. Ну, команда, конечно, никак вообще сыграла. Ну, давайте еще один бой отыграем. В общем, мне в этом танке нравится все, кроме его орудия. Потому что реально он быстрый. Да, он быстрый, маневренный, там все. Никаких у него проблем с динамикой общения. Ну, пушка такой калбис просветный. Просто вообще жесть, ребята. Просто жесть. Это вот, это реально орудие практически от МС-1 у него стоит. По-моему, у него, ну, почти такое же там, грубо говоря, плюс-минус. То есть, танк четвертого уровня, у которого орудие от первого. Даже не от второго, а от первого уровня. Это просто туши свет. Вот, печально, печально. Вот, потенциал, вот, дай, дать этому танку орудие хотя бы там, ну, пробитие где-то там. Ну, там хотя бы 80, да. Нормальные, более-менее точности. И танчик был бы четкий. Но, как бы, с такой пушкой, я не знаю, че, как. С таким, с такой стабилизацией, с таким сведением, с таким пробитием, я вообще не знаю. Но вот тут вообще нечего делать, на самом деле. Потому что на гору ехать толку нет. Там у них КВ-шки будут, я их вообще никуда не пробиваю. Черчилль, я им никого вообще никуда не пробиваю. То есть, Черчилль, у них тоже там броня, ну, практически нереально ее пробить. По крайней мере, ну, когда он на вас прет лбом. Поэтому я попробую, наверное, как-нибудь с другого боку подъехать. Пользуюсь хорошей динамикой. Смотрите, просто пипец стабилизация. Очень некомфортное орудие. То есть, оно и в плане пробития, и в плане точности не попадает и не пробивает. Я такие орудия пулькалки называю. Которые пулькаешь, пулькаешь, а толку ноль с этого вообще. Вот примерно такие вот, такая вот ситуация. Наши там уже сливаются. Динамика, конечно, отличная просто, как на уровень, как на четвертый. Просто очень хорошая динамика. То есть, очень-очень быстрая там. И ДПМ, главное, хороший, реально хороший. То есть, смотрите, 386, как бы. У Шермана такая же, такая же альфа почти, что и такая, ну, ДПМ такой же на пятом уровне, считаете. То есть, блин, ну. С одной стороны, орудие это, в принципе, ну, не четок. Есть свои плюсы, но. Ужасные, короче, показатели некоторые просто убивают реально этот танк. Вообще, я вот терпеть не могу, когда АВГ делает танк без пушки. То есть, танк с ущербным орудием. Вот, абсолютно ущербным. Не таким ублюдочным. Ну, естественно. Зачем, я никогда не понимал вот это. То есть, зачем делать, давать танку там хорошие характеристики и при этом вообще не давать ему никакого орудия, грубо говоря. То есть, убогое абсолютно, неиграбельное. Я не понимаю эту логику. Я могу понять, что там танку срезать там. Ой, все, ребят, поиграл я. Ничего я ему не сделаю. Я даже в борт его пробить не могу. Все. Так, куда ты, что ты делаешь-то? Мать твою. Ну, надо же, а. Вот он вклинился вообще неудачно. Если бы я его на каток не поставил, то последняя мысль у меня пришла, что альфа хорошая, должен поставить на каток его. Должно хватить. Как бы пушка достаточно мощная. Вроде урон по модулям тоже у нее должен быть неплохой. И повезло реально, прокатило. Но квшка, это вообще бесполезно по ней стрелять, сразу говорю. Этого только на каток, если попробовать. Это бесполезно, то есть его не пробить. То есть игре голда не поможет. Вот что самое печальное. О, зажег. Отлично. Сейчас меня там кто-нибудь с горки доберет, наверное. Я в засвет попал в последний момент. Ну, играть, как вы видите, можно. Даже в пятерке. Но очень некомфортно, говорю. Постоянно приходится избегать противников, которые вы не можете пробить. И это, конечно, вымораживает. Вообще, по идее, так и должно быть. Но учитывая, что... Ну, то есть не должно быть такого, что, грубо говоря... Ну... Нет, ну как... Как не должно быть? Тут с оговорками. То есть, понятно, что машина четвертого уровня не должна пробивать, там, тяжи пятого в лоб. Но она должна их хотя бы в корму пробивать. Да, чтобы хоть как-то можно было бороться, да. Ну, при правильном использовании. Если вы зайдете, там, ну, под рациональным углом, там, обойдете противника, вы можете, там, его убить. А тут как бы просто задница. То есть, как ты к нему не подъедь, в любом случае тебе задница. То есть, ты ничего не сделаешь. Вот это неправильно. Я считаю, что такого быть не должно. Надо было хоть фугасы зарядить. Что-то я про фугасы, кстати, не подумал. Я думаю, что они, кстати, довольно играбельны. Ну, как играбельны. То есть, добить противника, у которого 7 хп, они сгодятся. Сведение просто бесец. Так, там Т1, кстати, нужно быть аккуратным. Но у меня не должен засветить тут кусты. Поэтому можно подъехать. От голды вообще пророку ноль на самом деле. То есть, можете вообще ее не брать. Он похожий АПК. Четыре фрага. И вот я гну, а. Ну, в смысле, не антилопа гнула, а нагибает. Хотя, тут с какой стороны посмотреть. Учитывая, как я сыграл в первом бою, может быть, антилоп. Сейчас будет, ребята, смертельный номер просто. Ой, ребята, жесть. Хер знает, что с ним делать. Вот серьезно. Не, ну ничего ты ему не сделаешь. Вот. Ну, как ни странно, не так уж плохо отыграл. Ну, тут благодаря тактике больше. То есть, правильно просто сзади зашли. То есть, ну, тут по-другому на самом деле никак было и не по 10. В первую степень даже для вас, смотрите. Угу. Ну, урона не очень много. Но 19 тысяч, как бы. Ну, что сказать по танку. Вот говорю, орудие, конечно, портит сильно его. В целом, сама машина клевая. То есть, реально быстрый, очень быстрый, средний танк. Даже, ну, броня, там, броня не броня, но, тем не менее, нормально все. Ну, пушка просто туши свет, реально. Вот, туши свет. Я вот даже специально сейчас, наверное, МС-1 выберу. Просто вот, давайте спускай. Сколько? 66, 75. Давайте посмотрим МС-1 сколько. Я просто уже не помню. Так, ну, это у него не то орудие, которое я хотел посмотреть. Вот. Сейчас. Ну, практически. У этого даже голдой лучше пробитие. У него хуже ББшками, но лучше голдой. Ну, как бы, ну, при этом альфа поменьше. Ну, чё смеяться пробитие, как у первого левела. Ну, ну, это несерьезно реально. Этому танку, вот, вот, серьезно. Ему нужно просто было дать пробитие где-то, ну, ну, 80. Вот так вот. То есть, 90 уже жирно будет. Но вот 80 дать, чтобы... И голдой где-то 100. Вот голдой соточку. Там. И всё. И он, как бы, ну, или хотя бы 90 голдой. И всё. Он голдой будет пробивать КВшки в борт, да? Уже более-менее нормально. Там. На ББшках можно, там, сражаться и так далее. Но пробитие 60, это, как бы, для СТ четвертого уровня, даже льготным, это... Это не очень серьезно. Но потенциал у машины есть. Вот очень странное впечатление, ребят. То есть, я не могу сказать, что у меня какое-то отвращение к этому танку. Потому что, реально, он клёвый. Он быстрый, такой, средний танк, прямо, советский. Всё классно. Но орудие, вот, просто убивает всё, реально. Очень странная ситуация. В общем, думайте сами. Машина не самая худшая среди всех премов четвертого, там, и третьего уровня. Но, как бы, до лучшей тоже далековато есть, скажем так. Вот. Но играть, как вы видите, играть, в принципе, можно. То есть, урон у меня, грубо говоря, тысяча средний получился. Это для четвертого уровня немало весьма. Ладно, вам всем большое спасибо за внимание. Пишите в комментариях, как вам А32, если вы на нём играли, да. Если нет, то напишите, ну, есть ли у вас желание его заиметь, скажем так. Всем вам большое спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока.